Итак, Альберто Помине занял место в воротах. Это значит, что открывать серию ударов будут игроки Ювентуса. Кто? Фабио Куальярелла. Колоссальный опыт. Мастерство, и все это на смарку. Да, Альберто Помине. Хотя, наверное, в большей степени этот эпизод характеризует не его мастерство, а неполную концентрацию. Я не говорю про неполное служебное соответствие футболиста Ювентуса. Нельзя сомневаться в мастерстве Куальярелла, но он не забил первый удар. Пополнив список неудачников Юве в этих сериях. Заза! Развел Рубинью по разным углам ворот. Но выдержался от кувырков. Марсель Бюхер. И не таких видали, как бы написано сейчас было на лице Альберто Помине. Но, тем не менее, тем не менее, этот австрийский юноша его перехитрил. Счет равный, но у Ювентуса на один удар больше. 1-1. К мячу отправляется Ясмин Куртич. Сколько раз он не попал в ворота из выгодных позиций в игре? Он, правда, был еще 100 раз. Вот здесь Куртич исполнил примерно то, что не смог исполнить в первой пенальтийной серии Антонио Ночерино. Красивая паненка. Мягкая подсечка мяча, который летит прямо в центр ворот. Ну что ж. Куртич. Мы запомнили. Вы умеете. Сосуола впереди. 2-1. Фауста Роси. Я мог ошибиться. Простите, это мог быть Гарсия Тенни. Совершенно верно. И испанец забивает. Гарсия Тенни левша. Играл он левым центральным. После своего выхода. Забил. Ну, нужно хотя бы разочек выручить, наверное, Рубиньо. Чтобы немножко помочь своим. Мариуша лезь. Вот и Рубиньо. Здравствуйте. Очень вовремя. Бразильский вратарь, угадав направление удара, Румына. Оставляет шансы. Мы помним, что и в первой игре, в первой серии 11-метровых, было по одному промаху у команды. Ну что ж. Ювентус. Вернув дело к ничьей. Сейчас счет 2-2. Мяча Матри. На высоте. Смотрите, как Уальярелла, Матри. Кто не забивает-то сегодня в составе Ювентуса. Выскочком из серии Б. Седьмой номер. Симоне Миссироли. Довольно легко укладывает мяч в сетку. И Сасуоло. Как никогда, действительно никогда еще в своей истории близок к победе над Ювентусом. Арту Верру Видаль. Идет за тем, чтобы вернуть последнюю надежду. Ну, точнее, предпоследнюю. Но если сбивает Видаль, а потом еще Рубинью отбивает, то вторая серия. Вторая смена. Но Видаль свою часть плана выполнил. Мощно и уверенно вколотил мяч в сетку Альберто по мини. Но сейчас, в случае точного удара игрока Сасуоло, Ювентус остается, возможно, худшей командой турнира. Кто бы мог подумать. Эммануэль Терранова. Тот самый защитник, который однажды в концовке прочувствованном выскочил на штрафной удар. И... Мяч не вкатывается в сетку ворот. Вот это да! Вот это да! Рубинью достает. Переводит мяч в штангу. А потом... Тот завертелся волчком на... Самые ленточки. Он попал еще Рубинью... Видите, в спину. И вовремя бразилец приложился. Понял, что нужно вернуться. Развернуться. Мяч полностью не пересек ленточку в линию ворот. Какая интрига. Вторая серия на этом турнире. И снова до первого бромота. Ну, пока точен Марко Мотто. Все с начала. Между прочим, Рубинью-то в большей степени, чем по мини. Постарался для того, чтобы эти мячи отбить. Потому что по мини там еще и повезло. Доменико Берарти.